всем привет сегодня у нас опять ураллесовоз буду делать цилиндр я покажу вот этот вот этот цилиндр буду снимать не знаю еще как ну как снимать целиком не буду вытащу вот этот шток ну тут палец вытащу сейчас сюда он как бы выйдет немножко и откручу эту гайку большой и весь шток туда вниз там место есть не звука будет сюда туда я как-то постараюсь как-то туда вытащить короче может он тяжелый один не смогу может вытащить не знаю как чего видно будет если чё так тогда лебедки придется целиком цилиндр весь снять на что-то делаю а еще хочу поменять вот эти вот этот гидрозамок поставить на ту сторону проверить как как что будет работать потому что там шток не держится заходит когда отжимаешься он заходит потихонечку назад или сам когда так стоит начинает уже выдвигаться потихонечку и вот хочу проверить как бы это сделать хочу добавить почему делаю вот здесь в буксе уже манжета совсем не держит плохая но она в том году уже так начинала сильно ну как начинала течь вот зимой ездил тоже постоянно подтекала сейчас сильнее сильнее становится все сильнее сильнее начинает течь и надо менять вот это даже выполнен давно был так вылетал это засова потом опять вылетел эта манжетка ну это как пыльник просто там внутри еще такая но мощнее манжеты там стоят и на штоке вот так вот болтается и сама снова видно начинает течь я по штоку также ручьем и тут короче чё она масло текерст мы здесь везде он все в масле он сюда и там вот с той стороны на глушитель попадает это вот самое хреновое то что попадает и потом когда ехать начинаешь под нагрузкой где-то и он начинает масло гореть обгорать все дымовуха такая начинается если сильно ну как бы газу дать сразу же большую нагрузку резко поможет она загореться вообще загорится тут все в масле же вот вся установка в масле тут все в масле полностью вся рама там промасленная короче опасно может загореться потом хрен потушишь на не увидишь если вовремя вот прошлое видео тут у меня было где-то и под нагрузкой ехал там зеркале видно было в том в том зеркале прям видно было тут что дымовуха такая идет насос 56 56 кубиков вот этот вал у него диаметр уже больше чем на этом на этом 35 диаметр на восьмидесятках уже 40 и по размеру сам насос больше как бы это там я не знаю даже может крепление другое точно не могу сказать но возможно и крепление другое но пока еще насос работает как бы нормально качает как бы ничего вроде сейчас как-то отключаться даже не стал сейчас не отключаются родили похолодало то что но я еще попробую разобрать сделать потом видео будет уже посмотрим если но что получится у меня там подтекает сальник еще сами поменять будет что-то делаю смотрим дальше ведро принес это чтобы масло сливать так ну чё наконец-то снял этот шток намучился его снимать вообще полная я такие вот ни разу цилиндры не снимал вообще ни разу не делал даже такой геморрой тяжелый такой офигеть просто сам этот шток только тяжеленный короче сначала хотел вот это ухо которое вот здесь стоит его выкрутить и штока прямо она выкручивается там правда подварено было немного я болгаркой подрезал стал крутить его потихоньку так ну кувалочка подстукиваешь еще так она идет идет потихонечку это вот сантиметр где-то вышло на и все и дальше не выходит по идее то можно было ухо это выкрутить вот эту потом буксу эту вытащить она легко как бы досталась потом и все и просто вытащить и поменять и обратно поставить чтоб там бы с поршнями оставался шланг открутил который идет отсюда от распределителя и сюда поставил короткий просто сюда вот в эту в коницию чтоб масло стекло букса сама легко вообще вышла короче ну сколько-то вышло немного потом немножко еще подковырнул постукал набор я туда доску сделала там доску на кардан такую широкую подколотил короче у меня туда бас туда вниз как-то улетел из доски соскользнул так и туда и на землю все упало и доска сломалась пополам короче там вообще 50 к этим кардан пришлось еще снять насос который идет вот он что он как раз чтоб мешался на кардан попадал короче куда мне долбанулся весь грязи все прям на дорогу весь песке блин и он гараж его унес сейчас там разбираю разобрал уже почти короче геморрой это вообще сейчас вот геморрой как его брата стоит это будет жесть полная вообще как его туда запихивать час подымать то я вот я не представляю вообще как-то счет и пойдем гараж посмотрим что там такая болванка вроде кажется такая небольшая как бы блин тяжелая качона из цельного что сделано из монолита из цельного куска железа сделано резиночка на конце где поршень закручивается поршень легко выкрутился тут такая углубление такое для стопорения и тут как бы зажата был на поршне такой буртик маленький и сюда было как бы закернена я тут болгарка его подрезал а больше никак по-другому не выкрутишь так пытался он не вообще не идет надо туда ну тут таки будешь крутить тут резьба портится любом случае на остачивать вот он поршень такой здоровый еще вид вот это вот обточил здесь и потом руками просто у меня легко так у нас тут пыльника это резинка она выпала давно уже уплотнители эти полоски или колечки тоже уже видать поношенные вот на буксе задирку вот он давно уже тут задир был там получается на штоке задир был какие-то задирчики есть его здесь тоже вот она манжета вот видно такая она уже поношенная покоцанная к это немножко все завтра магазин куплю комплект сюда поменяю обратно как-то буду пытаться ставить как что получится не знаю болгарку еще покажу разобрал болгарку разобрал хрен поймешь короче тут недавно в перми ездил хотел перми купить этот якорь там товары при камень и магазин все закрыто ничего не работает карантин ну так по якорю смотришь он как-то вроде бы вот эти проволоки за счет за обмотка она не видно что она пережженная когда перегретая черная как-то сгоревшая ничего как бы не видать друг то против друга прозваниваешь вот тут допустим тестером и здесь на подруг напротив друга сопротивление там что-то 3 чем-то ома везде одинаково рядом для меряешь какие-то нормально идут так все но одинаково примерно и потом в одном месте где-то идет какая-то видеть одна клемма резко растут с этой с этой допустим сравниваешь и такой резкий перепад какой-то там 56 ом где-то сопротивление потом чуть-чуть дальше на другую делаешь немножко поменьше где-то 4 потом еще меньше так чуть-чуть по чуть-чуть так меньше 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 идет по идее не знаю даже так можно верно так не должно быть здесь обмотка еще синева то не обмотка вернее вот это вот фигня как она называется сама вот эта пластина эти металлические вот в этом месте он синего с этой стороны нормально или задевал якорь что ли тут я чуть непонятно и ну как не пробиты ничего на корпус никуда ничего не замыкает но я думаю мне кажется скорее все якой потому что как-то тогда сгорала вот точно так же было из криво это я чувствую зачистил уже коллектору на к черный был весь как обгоревший такой такая же тоже только другая на работе у нас было там вот она сгорала два раза я я как-то на ней меня вот такой там поменьше ну он сгорал короче якори тоже также искрили щетки какой-то попался такой подороже цена была у него у якоря это как бы дорогая цена но он это вот он долго сейчас до сих пор работает а вот покажу еще подвали на тут было так что то я чтоб не откручивалась шайба еще стоит к этому крутил крутил вот сколько выкрутилась немного потом ключом подержала там ключ специально 70 вот здесь сделал сюда ключом держал всякое не это не идет все равно это мне удобно крутить еще не подлезть ничего сюда как вставлять чтоб чет так бы если вместо свободное какое-то было можно было чтобы ну сюда ломиком каким-то вставлять монтажкой и ключом держать допустим и прокручивать и не идет сколько-то вот докуда-то дошла и все дальше ее сейчас обратно еще замучился и крутить так постукаешь постукаешь кувалде раз вроде бы пошла пока прокрутилась немножко то опять не идет давно вот этот задир был я его потом еще напильником подправлял аккуратно наждачкой все подправил но давно уже был видимо это еще как-то старых владельцев что ли осталось потом вот здесь вот набита вот немного учета но тут покоса насчет и где-то тут еще царапина есть вот царапина вот от буксы там где на буксе там а вот здесь царапина тоже было вот здесь царапинка тут тоже было покупаю запчасти еду и будем делать дальше так ну чё делаю дальше цилиндр купил манжетки съездил правда не тот комплект не такой какой нужен видать какой-то нового образца уже по ходу дела ширина этой манжеты в новом комплекте потоньше чуть-чуть вот видно даже здесь не вот новость с левой стороны это справа 2 миллиметра уже получается вот это новое хочу других не было не нашел ничего нигде больше нету нет в городе все обыскал все магазины объехал вот один нашел такой комплект и все не сама она была эту манжету вот это уплотнительная на буксе которая стоит ну вот это вот подошло тоже как раз такое же точно и внутри как они называются вот эти вот направляющие эти пластмассовые как они правильно называются хрена узнать а вот это манжета это синяя она тоже была чуть-чуть пошире но немножко вот так вот как выше получается я на наждаке и обточил один край чуть-чуть так но аккуратно все так подточил подошло нормально вот вот этот край вот с этой стороны чуть-чуть его но ножички а так держал ровненько здесь не в тачу он синяя такое аккуратно так прокручивал ровненько все и замерял шлангенциркуль и ровненько получилось пропускать не должно по-любому потому что она изнутри там давит как бы придавливает вот эта юбка вот по краю идет ну как бы давление масла она разжимается и придавливается к штоку ну ты открываешь только тот внутренний там куда буксик внутренним у к этому желобку ну да так что вот здесь даже если немножко тут не ровно будет ничего страшно потом я точил то ровненько все это резинки не было тут в комплекте в этом там другая община толстая такая я где-то и уже убрал самое главное вот это вот не он же это ну вот эти направляющие подточил немного вот здесь вот задиры туди были тут чуть-чуть подчеркал их напильником это готова у меня сейчас по штоку еще скажу замучился откручивать это ухо на штоке короче я покажу вот она резьба вот смотрим вот резьба куски резьбы такие отпадывают вся резьба как-то это и скрошилась как резьба как она получается резьба внутри на такая изломалась и тут такие мелкие кусочки вот такие стали воды он тут валяются везде эти мелкие куски они как когда откручиваешь они как закусывают и не крутится из-за этого и она такая но то крутится то не крутится постучишь молотком главное кувалды раскрутиться вроде начинает опять вроде легко даже так рукой раз раскрутиться а эти вот они кусочки эти закусывают здесь сейчас на все почистить тут убрать можно тут и не приваривать ничего на хера вообще приварили я так и не пойму здесь вот царапинки вот я их наждачкой сейчас я обработал подточил все обточил так чтобы они гладкие вы мелкой наждачкой здесь там резьба нормально что нашел тут дома ключ был на 70 но он правда широкий я вот так его точил болгаркой срезал с обеих сторон чтоб он тоненький был ну чтобы сюда залазил расстояние это тоненько вот сюда чтобы залез он я не знаю как я лучше ставить тут по идее вот а если без без этого всего лишнего без буксы без крышки без этого уха один шток с поршнем по идее так можно ставить он по идее уже легче намного тебя попробую может так поставлю сейчас поршень и дема и попробую там воткнуть просто так его туда в цилиндр а потом это уже все одену все эти буксу ничего второй день ковыряешь ладно все иду делать дальше чё так ничего продолжаю дальше приготовился шток сюда поднял наверх манжетки одел все вот эти пластмасски поршень закрутил застопорил здесь и сейчас короче еще буду пытаться вставить его вот сюда залезая туда встаю где-то вот это место и туда буду вставлять в цилиндр его тут немножко маслом смазать только поршень и посмотрим что получится камеру ставлю и будем смотреть наблюдать получится у меня засунуть его или нет тут канистру подсунул чтоб цилиндр немножко вышел сюда по идее бы конечно надо установку подымать выше я хотел вчера когда разбиралась и думаю установку так приподнять ее там упереть там стрелой как бы так на площадку куда-то чтоб она как бы выше была по идее так и надо было сделать потому что цилиндр бы был выше и ну не надо было бы так низко сюда шток сейчас мне опускать а сейчас придется шток туда вон самый низ так делать чтобы туда засунуть его мне короче неудобно будет но не знаю посмотрим что получится так чё поставил и как всегда опять не снялось ничего на видео стал на столбик туда ставить камеру и она мне нажал я случайно на кнопку так тоже сделано эта кнопка торчит как это высоко оттопыривается когда шток засовывал туда вот залез вниз прямо на кардан там стал по идее это можно достать обратно уже буксу поставил вот так не в нее это не сильно так чуть-чуть только подбил немножко там шланг ослабленный был что воздух выходил туда наверх поднял и потом шла этот шланг закрутил сразу же трубку ключом на 27 затянул чтобы воздух там как бы на разрежение что было что поршень туда ну цели штока это обратно не выпал вот буксу только осталось а забить и все и потом вот этот ухо не знаю что куча попробую это вытащу и обратно еще раз сниму второй дубль все ради вас пацаны все шланг ослабли за смузы вот это как 2 2 2 3 2 4 2 3 2 вместе с буксой вот все ошень уже вылазит не идет ни хера мой воздух сверху тяжело с буксой еще сейчас повыше засуну все мешает и 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 крутил даже снимал еще фланец на насосе еще фланец снял когда он отключал думал заодно ну-ка сниму фланец посмотрю какой там диаметр и сколько шлицов а то думаю вдруг насос покупать когда буду чтобы это а то бывают они какие-то разные а по шпонку вроде бывают какие-то шлицы 16 шлицов и получается диаметр 35 если ставить больше насос восьмидесятых я думаю 50 купить придется долга фланец покупать другой на 40 уже будет диаметр и шлицов больше 18 и вот эти вот болты крепежные я не знаю там скорее всего расстояние больше там больше насос наверное тоже заморочек много короче чтобы насос если поменять другой поставить а если такой же брать его просто это скинул другой поставил ничего не надо больше дополнительно так ну чё подведу итог что я сделал снял шток этот правда когда снимался у меня туда выпал как-то надо аккуратно снимать по идее бы как-то его придерживать буксу выбить и потом аккуратно шток вытаскивать ну руками так аккуратно вытаскивать вытаскивать тогда можно аккуратно как бы его снять то что тут места мало размер вот этих манжет 140 на 80 там смотрел когда покупал манжеты эти выбирал там были на 145 почему-то все это я не знаю с фэшенские какие-то или какие они все на 145 потом другом магазине уже нашел такой на 140 и то это нового образца по-другому чуть-чуть сделан манжеты на поршни старые поставил и вот эта манжета подтачивать пришлось в буксе которая стоит которую мне надо было которая пропускала самое главное но думаю ничего пропускать не должно я попробуем посмотрим буксу чтобы поменять там манжетку можно просто ухо открутить кувалду поскучать она ослабнет и потом выкручивать сюда можно подключить ставить насколько там на 70 на 70 ключ то выкручиваешь эту гайку выкручиваешь буксу вытаскиваешь она от того легко выходит и все и меняй буксу не надо полностью весь чтобы включаем насос нейтралку раздатку 5 но мало хватит не кажется думаю нужно нормально быть на мало рачек так сейчас смотрим так работает так вот тут педаль-то будет это не идет, а воздух набирается идет пошла где-то идет где-то идет надо как-то ее вытащить сюда вот так что-то как-то вверх только как-то идет медленно нормально идет не текет вроде бы ничего сейчас посмотрим под давлением вот сейчас давлю чтоб давлением там-то нагрузка была на этот манжет да не, ничего не текает, все отлично все ставлю на место все, попадаем палец вот, не туда чуть повыше еще немножко вот, примерно подходит вот, пришла вот, пришла вот, пришла вот, пришла вот, пришла вот, пришла вот, наоборот вот, наоборот вот, наоборот вот, наоборот вот, наоборот так, ну что, в общем-то все закончил операция прошла успешно цилиндр работает ничего не текет манжеты не текут хотя подтачивал даже манжету вот здесь на боксе так что все зашибись пацаны думаю, течь не будет сейчас на сколько хватит, конечно вот этот шток я сделал, да этот цилиндр тут шток поменял сейчас тут не текет вон, даже видно сухой сухая лапа вот эта сейчас этот шток тоже устранил неисправность течь еще осталось на насосе у меня там текет сальник вот здесь на насосе на фланце пропускает потихонечку так капает постоянно на старом Урале на том помню разбирал и только надо насос снимать целиком насос снимаешь так его не разберешь ну, хотя может и можно да не, вряд ли наверно так вот это на там кольцо такое вот здесь круглое такое большое кольцо стоит в корпусе его достаешь стопорное вот эта штучка как втулка такая она вылазит сюда ну, выбивать надо выбиваешь и там с ней сальник стоит тогда я разбирал сальники потом находил какие-то они продавались в магазинах менял и нормально было лето кончилось тут жара была 35 потом резко раз все десяти градусов вот сегодня что-то солнышко светит немного потеплее вроде и то дождик шел целый день почти а так больше чего еще по гидравлике а вот тут текет у меня еще надо варить сегодня может заварим вот здесь вот в этом месте вот где-то тут вот протекает тут уже вон я наваривал обваривал видимо от вибрации вот эта вот трясется вот эта трубка вот так вот вот и вот здесь тоже вот на изгибе здесь постоянно у меня это уже все обварено вон проварено тогда специально тут трубку откручивал масло сливал тут все обварил так наплавлял хорошо так прожигал чтобы хорошо было крепко держалась чтоб ну не ломало и потом опять вот вот недавно опять начала пропускать вон все масло установку включить надо и давить что ты вешает а же существовал вещества все отус Γ т sings ничего трещина ничего се трещина что-то я даже не замечал вот тут я подваривал вот тут вот трещина была она где-то здесь еще может треснуть ни хера себе тоже на что-то делать надо подваривать сейчас самое главное цилиндр не будет течь и не будет попадать на глушитель а то там весь глушитель в масле и блин опасно ездить вообще не только глушитель тут все в масле вся установка ее бы надо как-то было помыть тут отбить все мойка высокого давления вот тут помыть ее всю полностью раму там тоже не подлезешь нам не как ну чё ладно на этом буду заканчивать всем всего хорошего процесс идет ремонта урала потихонечку медленно но уверенно но еще много чего надо вот бак 4 сломано бак варить снимать надо до хрена короче делов ладно всем пока